Новый выпуск на этой неделе в Банджи вновь вышел весьма объемным. Разработчики продолжают рассказывать о ключевых проблемах в игре и способах их устранения. В прошлый раз говорили про читеров и режим испытания Асириса, а в этот раз главными темами стали сезонная модель контента, сюжетка и контракты. Баунти. Так что устраивайся поудобнее, Страж, давай вместе читать статью и разбираться что к чему. Первый вопрос на повестке – сезонная модель контента. Разработчики обратили внимание на то, что многие недовольны той самой системой ФОМА, о которой я делал видео еще в прошлом сезоне. Напомню, что под этим термином понимается механика обновления контента, при которой после выхода нового сезона все активности и лут из предыдущего более становятся недоступными. Оружие, броня остались только у тех, кто успел выбить. Активности, например, солнечные часы, тоже удалялись. И самое стрёмное – убирались сюжетные квесты, например, крутейшее задание на спасение Сейнта 14. Как Банжи планирует с этим разбираться? В следующем году сезонные пушки и шмотки можно будет зарабатывать по ходу всего игрового года. Например, вы сможете зарабатывать пушки сезона 12 по ходу сезона 15. Таким образом будет продлен, так скажем, жизненный цикл каждого оружия или активности. Кстати, сезонные активности тоже будут оставаться в игре на протяжении целого года. К примеру, если бы такая модель работала сейчас, то солнечные часы были бы доступны вплоть до окончания последнего сезона Обители Теней. Весь этот самый сезонный лут можно будет выбить, играя в сезонную активность или основные активности, вроде Гарнила, Налётов или Гамбита. Например, вы сможете выбить идеальный парадокс или автомат умножитель стальных перьев, сыграв матч в Гарниле. Разумеется, экзотические квесты тоже останутся при новой модели развития. Например, вы сможете выполнить квест на руины дьявола или на бастион. Также в будущем сезоне из легендарной Нграмы будут падать некоторые избранные пушки предыдущих сезонов Обители Теней. А вот сезонные уникальные вендоры, вроде Обелисков или сегодняшних бункеров Распутина, будут работать только по ходу соответствующего сезона, поскольку они будут не нужны. Отличные изменения, однако главным остаётся вопрос мотивации играть в старые сезонные активности. Очевидно, это будет хорошо работать для тех, кто опоздал, предлагая таким игрокам целое меню из разных активностей. Но означает ли это, что нового контента может стать ещё меньше? Надеюсь, что нет. Увидим. Что касается сюжетной линии, разработчики обещают, что сюжетная связь между сезонами станет ещё крепче. Как я уже сказал, вы сможете пройти сюжетный контент с предыдущих сезонов, сможете спасти Санита 14 по ходу финального сезона Обители Теней. Это позволит игрокам, которые опять-таки опоздали на активности какого-то сезона, сложить в голове более полную картину происходящего. Начиная с третьего года, то есть с осени, в игре будет развиваться единая сюжетная линия. В этом году, например, развивалось две, с Пирамидой и Красным Легионом, чтобы избежать путаницы. Надеюсь, мы наконец забудем о Красном Легионе. Подводя итог, разработчики собираются перейти к такой модели контента, когда сезоны не заменяют друг друга, а которые можно проходить в течение всего года, на который действует сезонный абонемент. Они как бы наслаиваются друг на друга. И хотя технически нереально сделать так, чтобы игра росла бесконечно, студия пишет, что Destiny должна развиваться и накапливать опыт с каждым годом после расширения, иметь осмысленный, развивающийся мир и давать множество причин играть. А вот уже затем, раз в год, мы должны сделать шаг вперед в новом дополнении, убрав все лишнее. Ну и еще одна больная тема, симулятор контрактов. Да-да, то самое. Для тех, кто упал с небес или вылез из каких-нибудь пещер, объясню, как обстояли дела последнее время. Вы включали игру, пролетали по всем вендорам, собирали еженедельные баунти, если это ресет, ежедневные баунти, набивали карманы обновляемых баунти, которые бесконечные, шли их выполнять и потом просто фармили обновляемые баунти и ежедневные баунти до посинения. Таким образом прокачивался артефакт, качался ваш уровень силы и качался сезонный пропуск. Это весь геймплей, который был в этом сезоне в последнюю половину сезона. Ну так вот, бесконечному фарму контрактов пришел конец. Теперь они перестанут быть основным источником опыта для продвижения по сезонному пропуску. Например, самые жирные по опыту, еженедельные контракты будут заменены на недельные задания, которые станут давать больше опыта, однако засчитываться будут на весь аккаунт, во избежание их фарма на нескольких персонажах. Еще разработчики заметили, что многим игрокам, я думаю, что всем, не нравится, что каждая игровая сессия начинается с 10-15 минутного полета по всем планетам, вендорам и сбора с них контрактов. Как это решить? Правильно, специальным меню прямо в Директоре Орбиты. В 13-м сезоне должны ввести меню контрактов в Директоре, это примерно как вкладка с магазином Тесс Эверис. А также, Банжи отметили, что в будущем контракты будут меньше влиять на бесплатные мероприятия, вроде сегодняшних игр Стражей. Такие дела. Повторю то, что я говорил, читая прошлый ТВАП. Мне нравится видеть конкретный такой разбор по пунктам, вот проблема, вот ее решение, вот когда мы это сделаем. Думаю, именно такого подхода к блогу мы и ожидали все это время. Теперь ждем всех этих изменений в игре. Ну а в следующем ТВАПе разработчики обещают поговорить о проблемах с магазином Эверверс. Ух, кличо будет, думаю. Так что не пропусти следующий выпуск разбора статьи, подпишись на канал и счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok